МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом. Мы в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока. В студии Александра Вершинина. И вот главные темы на сегодня. Привезли с собой праздник. Восьмой канал поздравил воспитанников детского дома. О том, как восьмой канал поздравил ребят с Днем защиты детей, расскажу я, Ирина Махрецова. Почувствуй себя защитником. В преддверии Дня защиты детей школьники побывали в батальоне ППС. Всегда, конечно, ведем мероприятия профилактическое направление, чтобы дети были социально адаптированы. Большие звезды светят малым. Во Владивостоке прошел детский футбольный турнир. Самые маленькие дети 2008-2009 года рождения только начинают турнир. Ну, еще немного что умеют, но есть очень интересные ребята. Кроме того, сегодня в выпуске «Мы за мир». Когда в Приморье появятся новые платежные карты для бюджетников. А кроме того, узнаем, какие посылки из Китая перестанет принимать Почта России. Но об этом позже, а сейчас о главном. Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт «Мир» обсудили в Приморье. В мероприятии приняли участие представители краевых департаментов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда и коммерческих кредитных организаций. По словам начальника Дальневосточного управления Центрального банка Сергея Белова, в Приморье уже создана вся необходимая инфраструктура для приема новых карт. Первыми на новую платежную систему перейдут работники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. Выпуском карт занимаются 24 кредитных организации на территории региона. Большинство банкоматов уже принимают и обслуживают карты новой платежной системы. Важно, что российская платежная система обеспечивает безопасность операций и бесперебойную работу внутри страны, независимость операций от внешних факторов, отметил Сергей Белов, начальник Дальневосточного главного управления Центрального банка России. На данный момент прорабатывается вопрос о возможности расплачиваться этой картой и за пределами нашей страны. Стоит отметить, что с 1 июня 2017 года все, кто впервые обратится за социальными выплатами, в том числе и пенсионеры, будут получать деньги только на карту платежной системы МИР. Те, кому уже назначены пенсии, смогут перейти на новые карты до 2020 года. Сотрудники бюджетной сферы и военнослужащие начнут получать зарплаты на карты МИР с 1 июля следующего года. Тем временем Почта России с сентября перестанет принимать из Китая почтовое отправление без штрих-кода, сообщает информационное агентство Дейта. Это объясняют тем, что подобные посылки невозможно отследить в пути их следования. Зачастую такой пакет идет морским путем или автотранспортом через транзитные страны-посредники, что якобы негативно отражается на сроках доставки и значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений. Однако есть и другая версия подобных решений ведомства. Одна из них – исключить возможность перепродажи приобретенного товара внутри страны физическими лицами. В преддверии Дня защиты детей 8 канал поздравил воспитанников детского дома. В этом году ребятам подарили игру в боулинг, развлекательную программу с аниматором и другие сюрпризы. Вместе с детьми на праздники побывала Ирина Мокрецова. Дети с энтузиазмом разбирают шары, предвкушая, как мяч покатится по дорожке и собьет все кегли. Друг у друга они то и дело спрашивают, как лучше бросать и что будет, если выбить страйк. Ведь до сегодняшнего дня многие из этих ребят о боулинге только слышали. В их детском доме выездные мероприятия случаются нечасто. Игра в боулинг – подарок от 8 канала воспитанникам детского дома поселка Новый ко Дню защиты детей. Наш коллектив взял их под опеку еще в прошлом году и теперь проводит благотворительные акции под названием «От сердца к сердцу». В 2016 подарки детям привозили мы сами, а в этот раз решили им праздник разнообразить и пригласили во Владивосток. Нашим детям необходимо переключение, расширение социума. Им все безумно интересно, потому что тоже даже не каждая семья может предоставить такую возможность где-то бывать. Но для наших детей, благодаря вам, мы бываем на различных мероприятиях. Помимо игры в боулинг в развлекательном комплексе «Фабрика», ребятам предстояло стать командой «Пирата» и выполнять его задания. Они перетягивали канат, придумывали танцевальные движения, играли вышибало цветными шариками и бегали на перегонки. На этом сюрпризы не закончились. На протяжении всего месяца в офис 8 канала неравнодушные жители города и сотрудники холдинга «Профи-медиагрупп» приносили игрушки, одежду, посуду и другие нужные для детей и их дома вещи. К тому же и команда нашего канала приобрела для ребят приятные и полезные подарки. Так как сейчас в детских домах принято делать атмосферу более домашней, приветствовалось все. Это вилки, ложки, чайники, кастрюли. И, конечно, сегодня мы собрали подарки для детей. И в конце нашего мероприятия мы обязательно их передадим. Подарки вручили не каждому в отдельности, а всему детскому дому. Ребята передадут посуду на общую кухню, а игрушки – младшим товарищам. Виновники торжества поделились, что больше всего им понравилось играть в боулинг. Мы были очень рады, когда нам сказали, что мы поедем в боулинг. Потому что мы редко выезжаем именно вот так, чтобы отдохнуть. Ну, мы выезжаем в всякие там кино, театры, а вот играть там боулинг, не боулинг, такого нет. Нравится боулинг? Да. А почему? Потому что там можно играть сколько захочешь. Больше. Еще мячики перебирать понравилось. Ну, шары перебирать. От 7 до 11, вообще летает хорошо. Просто такое чувство, ну, непередаваемое. Такая радость, такие эмоции, ты забил страйк, вау. Представитель из детского дома рассказала нам, что дети с нетерпением ждали праздника и считали дни до поездки в боулинг. А мы от себя обещаем и в дальнейшем устраивать для них различные праздники. Ирина Макрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Школьники Владивостока сдали государственный экзамен по математике базового уровня. Напомним, чтобы получить аттестат, выпускнику необходимо написать два обязательных предмета – русский язык и математику. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального количества баллов. Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний отсутствует предмет математика. Кстати, минимальный порог – всего три балла, а сама экзаменационная работа состоит из одной части. В канун 1 июня Общественный совет при УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов номер один и номер два. Более 70 ребят приехали на территорию отдельного батальона патрульно-постовой службы пострелять из настоящего ружья и попробовать солдатскую кашу. Подробности расскажет Алина Черненко. В канун Дня защиты детей полицейские Владивостока продемонстрировали свои навыки. В числе зрителей – несколько десятков воспитанников детских домов города. Первый и второй дом, мы их в принципе ведем, этих детей, они нас уже знают. Каждый год, два раза в год мы с ними, это минимум, как встречаемся. То есть это на Международный день защиты детей и на Новый год. Всегда, конечно, ведем мероприятия профилактической направленности, чтобы дети были социально адаптированы к взрослой жизни, чтобы понимали, что есть хорошие и добрые люди. И самое главное, что дети должны понимать, что в случае нарушения их законных прав и интересов, они знают, куда им обратиться и что они защищены. В рамках праздника сотрудники полиции максимально погрузили ребят в процесс. Даже показали настоящее оружие, с которым несут службу. Одной из самых оглушительных и зрелищных частей мероприятия стала стрельба холостыми патронами. Настоящий страж порядка всегда в отличной физической форме. Поэтому для главных гостей праздника провели музыкальную зарядку на открытом воздухе. А в качестве отдыха воспитанникам детских домов устроили концерт с участием вокальных коллективов и цирковых артистов города. Сохранить силу на весь день юным горожанам помогла полевая каша. Правда, в этот раз по случаю Дня защиты детей в меню добавили еще и сладости. В завершении праздника ребята нарисовали свою мечту. Возможно, кто-то из них загадал желание во взрослой жизни стать полицейским. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. 48 фактов нарушения ПДД водителями большегрузного транспорта, занятого на перевозке сыпучих грузов, выявлено с начала года. Сотрудники отдела МВД России по городу Находка ведут планомерную работу в этом направлении. Рейдовые и протилактические мероприятия совместно с членами общественного совета и добровольной народной дружины сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. С начала года выявлены 48 фактов нарушения правил дорожного движения водителями грузового автотранспорта, занятого на перевозке сыпучих грузов. Самое распространенное нарушение – перевозка угля без специального укрытия. А значит, происходит непосредственное загрязнение проезжей части. В отношении 18 человек составлены протоколы по признакам правонарушения. За минувшую неделю заведены еще 9 административных материалов. Водители большегрузного автотранспорта, нарушившие правила перевозки сыпучих грузов, привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы. Незаконные рекламные конструкции демонтируют в микрорайоне «Снеговая пать». За два дня разобрали 12 таких объектов. На очереди еще 5. Демонтаж проводится силами администрации города Владивостока и сотрудниками муниципального учреждения содержания городских территорий. Масштабные работы по очистке городских улиц от несанкционированных рекламных объявлений и рекламных конструкций ведутся по распоряжению исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова. В соответствии с решением комиссии, конструкции были признаны незаконно установленными и подлежат демонтажу. Сейчас силами МБУ содержания городских территорий мы производим демонтаж. Демонтированные конструкции сохранятся на складе временного хранения, который принадлежит муниципальному бюджетному учреждению содержания городских территорий. Если владелец обращается, предоставляет документы, подтверждающие его право собственности, оплачивает расходы, понесенные бюджетом на демонтаж и хранение, и забирает потом свои конструкции. Стоит отметить, что за незаконную установку рекламной конструкции предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц от 500 тысяч до миллиона рублей, для должностных лиц от 3 до 5 тысяч, для физических лиц от 1000 до 1500 рублей. Сейчас мы прервемся на рекламный блок, а после расскажем вот о чем. Ремонт сетей ливневой канализации проводят во Владивостоке. Заповедник «Земля Леопарда» получил приз на федеральном конкурсе. И в Приморской столице прошел детский футбольный турнир. Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Вы упадете, а потом взлетите от наших суперцен на мебель. Только в мае в «Азбуке мебели» несят суперцен. Например, кровать «Ронда» всего за 4 990 рублей. Азбука мебели. Ремонт сетей ливневой канализации проводят во Владивостоке. Заповедник «Земля Леопарда» получил приз на федеральном конкурсе. И в Приморской столице прошел детский футбольный турнир. Ремонт сетей ливневой канализации проводят во Владивостоке. На двух объектах работы по восстановлению уже завершены. Так, по улице Муравьева-Амурского подрядная организация восстановила разрушенный коллектор и провал дорожного полотна. Завершены работы и по проспекту «Столетие Владивостока-103», где восстановлена выпускная труба, установлены дополнительные смотровые колодцы, уложено асфальтобетонное покрытие дорожного полотна. Как отметили в Управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в этом году планируется аналогичный ремонт по улицам Чапаева, Невельского, Ватутина и многим другим. Стоит отметить, что работы по инвентаризации, прочистке и восстановлению ливневой канализации впервые за долгие годы начались в 2011 году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева. К тому времени уже имевшаяся система пришла в негодность, что стало одной из острых коммунальных проблем. По этой причине была разработана специальная долгосрочная программа, в соответствии с которой все последние годы ведутся планомерные работы. Если в 2008 году в реестре не числилось ни одного метра ливневой канализации, то к концу 2016-го уже 156 километров сетей. Работа в этом направлении продолжается. А восьмой канал, в свою очередь, продолжает проект «От сердца к сердцу», который мы реализуем совместно с РУСФОНДом. Телезрителей мы знакомим с детьми из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. Ряд сложнейших операций на сердце с применением эндоваскулярной методики во Владивосток приехали провести московские хирурги. В числе их пациентов некоторые подопечные РУСФОНДА. В частности, Бетти Денова и Никита Борщун. Средства на операции которым помогли собрать вы, наши зрители. Все подробности у Анны Бережной. Сегодня у маленькой Бетти и её мамы, пожалуй, самый ответственный день, который полностью изменит жизнь их семьи. Операция на сердце избавит девочку от страшного диагноза – порог сердца, а именно дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Другими словами, отсутствие одного из клапанов. Шумы в сердце девочки обнаружили ещё в роддоме. Малышку серьёзно обследовали, но сразу делать жизненно необходимую операцию не стали. Слишком крохотным был её организм для таких вмешательств. За помощью полугодовалой Бетти её мама Анастасия обратилась в РУСФОНД. По мере роста ребёнка будет нагрузка на сердце. И какие ухудшения? Это там давление поднимается, обмороки. Ну и вплоть до того, что она может умереть в конце концов. Если сейчас, именно в данный момент, не делать операцию. Во Владивостоке такие сложные операции просто не делают. Но в РУСФОНДе рассказали, в конце мая в Приморье приедут московские хирурги, которые сделают здесь несколько операций с использованием эндоваскулярной методики. Но для этого требовалось собрать 260 тысяч рублей. И благодаря СМС-сообщениям наших телезрителей это удалось сделать в необходимые сроки. Операция Бетти длилась чуть более получаса. И прошла успешно. Огромное спасибо за весь труд. Очень была хорошая подготовка и поддержка. Они и разговаривали с нами, с мамами, и детей всячески поддерживали и развлекали. То есть у нас нет никакой паники на это же. Все хорошо, все ждут, все рады. Огромное спасибо. Операцию с применением эндоваскулярной методики проводили кардиохирурги во главе со специалистом мирового уровня Павлом Говора. Метод заключается в том, что сквозь небольшой прокол в организм вводят специальный оклюдер. Через сосудистое русло он достигает места применения и закрывает дефект. Практически сразу после операции ребенок может жить полноценной жизнью. Около 10 лет назад почти всем детям с подобным диагнозом выполняли полостные операции с открытием грудной клетки. Павел – один из основоположников эндоваскулярной методики. Первая такая операция в мире была проведена 25 сентября 1995 года на его родине в Словакии, в городе Братислава. Можно сказать, что есть разные пороки сердца у детей. Они очень часто, кстати, бывают. Одно процент со всех рожденных детей почти имеют какой-то порок, рожденный порок сердца. И эти пороки могут быть очень критические, которые уже являются даже в пренатальном стадии у ребенка. Или сразу, когда ребенок родится, он очень серьезно больной. Надо срочно ему сделать операцию. А есть пороки потом, которые могут объявляться уже тоже у взрослых пациентов. Это бывают самые частые дефект между предсердной перегородкой или открытый артериальный проток. Или дефект между желудочкой и перегородкой. Именно три этих врожденных порока хирурги могут, как они говорят, закрывать через катетер эндоваскулярным методом. При прохождении планового медосмотра в феврале этого года у Никиты Борщуна выявили врожденный порок сердца, открытый артериальный проток в 2,2 мм. Врачи настаивали на срочной операции. Мальчику показана эндоваскулярная операция, в ходе которой дефект будет закрыт оклюдером. Операцию необходимо провести в ближайшее время, чтобы избежать опасных осложнений и восстановить работу сердечно-сосудистой системы. Родители суммой в 260 тысяч рублей не располагали. В семье трое детей, младшей дочери 6 лет и из-за частых болезней домочадцев мама уволилась с работы. Поддержать семью решил Русфонд. Теперь Никита сможет исполнить свою мечту и в ближайшее время попасть на обучение в Центр подготовки юных футболистов. А значит, любимым делом он будет заниматься профессионально. Никита играет в команде «Лучики» при городском футбольном клубе и уже не раз признавался лучшим игроком, завоевывал кубки и медали. И пока мальчик готовится к серьезной операции, его друзья очень его поддерживают. Все тебя ждем и скорейшего выздоровления тебе. Мы с тобой. Еще раз. Мы с тобой. За последние несколько лет во Владивосток кардиохирург Павел Говора приезжает уже в третий раз. В этот приезд операции проведут 15 пациентам возрастом от 2 до 17 лет. И уже через несколько дней Бетти, Никита и другие дети смогут вернуться домой и начать свою новую полноценную жизнь. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Заповедник Земля Леопарда получил титул «Дива России» на федеральном конкурсе в Москве. Эксперты высоко оценили туристический потенциал национального парка, присудив проекту из Приморья почетное третье место в номинации «Природные объекты». Конкурс проходит уже в четвертый раз и выполняет важную задачу. Повышает привлекательность страны для туристов, выявляет интересные объекты и мотивирует людей открывать их для себя. Работы в виде коротких роликов присылали участники из самых разных регионов, от Камчатки до Калининграда. Из почти 700 проектов со всей страны были отобраны лучшие. И в финале на суток экспертного совета представили 55 видеопрезентаций из 33 регионов. Отметим, что Земля Леопарда впервые приняла участие в конкурсе. А проект, автором которого выступил наш коллега, режиссер монтажа Андрей Пичугин, представляет удивительную природу юго-западного Приморья в осеннем наряде. Приморский край, он хоть и находится далеко от основной части России, центральной части России, но очень красив, он прекрасен, он достоин того, чтобы его посетили, чтобы его посмотрели. И может быть, именно этот ролик вдохновит людей на экологическое самоосознание, на понимание, что природа – это огромная ценность, ее нужно сберечь. Я ознакомился со многими работами, которые выставляли другие участники этого конкурса. Очень много работ, что меня порадовало, что меня удивило, достойных, красивых, которые я с большим удовольствием посмотрел, у меня прям возникло желание посетить эти места. И, может быть, где-то вот их задумки, их идеи я тоже использую с большой благодарностью в душе к их создателям. Отметим, что второе место в номинации «Природные объекты» занял проект «Журавлиный край» из Московской области, а золото досталось Национальному парку Танагай, видео о котором поразило жюри невероятными горными пейзажами Челябинской области. И еще о приморской фауне. Во Владивостоке рыбаки поймали акулу. На крючок попался некрупный катран или колючая акула. Миха, мы поймали акулу, прикинь! Она шипит! Офигеть! Акула реальная! Ну-ка, приподними ее чуть-чуть, она шипит! Ух, прикинь! Да сейчас я шипела. Этот вид не нападает на человека, но у них присутствуют относительно крупные шипы в основании спинных плавников, которыми рыба может травмировать человека. Стоит отметить, что, по словам специалистов Центра морской биологии ДВО РАН, колючие акулы наряду с сельдевыми являются самыми распространенными видами в заливе Петра Великого. Напомним, что 17 мая достаточно крупная акула, по словам очевидцев, длиной до трех метров, попалась приморским рыболовом в Уссурийском заливе. Ее вид по имеющейся видеозаписи специалисты определить затруднились, но предположили, что это была крупная сельдевая акула. И к новостям спорта. Луч энергия прошел лицензирование, которое является официальным допуском для участия в будущем чемпионате ФНЛ. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков. Команда, занявшая в сезоне 16 место по спортивному принципу, должна продолжить выступление во втором дивизионе, но, скорее всего, будет играть в ФНЛ. Напомним, ранее клуб не прошел лицензирование. Главной причиной стали финансовые проблемы. Однако на данный момент все задолженности за 2015-2016 годы погашены. Что касается Читы, если эта команда официально откажется от выступления в ФНЛ, то по существующему регламенту свободное место займет Владивостокский луч энергии. И еще о футболе. Большие звезды светят малым. Именно под таким названием во Владивостоке прошел детский футбольный турнир. Всероссийские соревнования носят имя Александра Тихоновецкого, одного из самых знаменитых игроков клуба луч энергии. Футболист лично следил за борьбой, в которой сошлись 12 команд со всего Приморья. Все подробности расскажет Максим Яковлев. На Дальнем Востоке хорошо помнят и чтят футболистов, которые когда-то играли здесь, но потом, так сказать, выросли и перешли на следующую ступень. Кого-то приобрели западные клубы, другие стали успешными тренерами и так далее. В связи с этим в некоторых городах даже проводятся именные дивизионы, а точнее детские футбольные турниры, на которых юные игроки хвастают перед мастерами своей техникой. Во Владивостоке такие соревнования носят имя Александра Тихоновецкого, в прошлом знаменитого игрока луч энергии, а ныне тренера старшей команды «Желто-синих». Дети смотрят на меня, что Тихоновецкий много поиграл в этой команде. Я думаю, что они стремятся так же, будут стремиться к этому, к таким высотам, каких достиг. Ну, не сильных я достиг, но как достиг, все равно каких-то высот. На Дальнем Востоке таких турниров помимо этого еще три. В Комсомольске-на-Амуре дивизион Юрия Газинского, в Хабаровске Александра Демитко, а в находке Виктора Файзулина. Все они носят одно говорящее название – «Большие звезды светят малым». Встречаются здесь самые юные футболисты. В этот раз за победу боролись 12 команд. Самые маленькие дети 2008-2009 года рождения только начинают турнир. Ну, еще немного что умеют, но есть очень интересные ребята. Ну, и самое главное, что эмоций хватает, эмоций хватает. Но есть ребята, которых можно уже сегодня прогнозировать их какое-то футбольное будущее. Команды у нас здесь с Владивостока, с Уссурийска, ну и с Благовещенского. Участников разбили на три группы. Круговая система вскоре выявила лучших. В финальном матче сошлись два одноименных клуба – Владивостокский и Благовещенский «Луч энергия». Победу со счетом 3-1 одержали хозяева. Третью строчку заняла местная «Новая энергия». Помимо призовых медалей и кубков, отдельным футболистом Тихановецкий вручил от себя специальные награды. Поэтому эмоции от турнира у детей запомнятся надолго. Я забил два гола, и все эти голы были с углового. Мы проиграли, но зато заняли седьмое место. Было очень весело. Все молодцы, хорошо все играли. Это соревнование было трудно играть. Такая сильная борьба была. Стоит отметить, что «Большие звезды светят малым» – всероссийский лейбл. И Приморский турнир – это отбор на финальный этап соревнований, который пройдет осенью этого года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. В преддверии Дня защиты детей «Восьмой канал» поздравил воспитанников детского дома, организовав для них праздник. В канун 1 июня Общественный совет при ОМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для ребят. Ряд сложнейших операций на сердце с применением эндоваскулярной методики во Владивосток приехали провести московские хирурги. В числе их пациентов – некоторые подопечные РУСФОНДА, средства на операции которым помогли собрать наши зрители. И в столице Приморья прошел детский футбольный турнир, который носит имя Александра Тихоновецкого. Сегодня на этом все. Есть что добавить. Заходите на страницы Восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Еще один способ связи с нами – это телефон редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. И еще. Сегодня на базе ГУФСИН России по Приморскому краю состоялись показательные выступления сотрудников отдела специального назначения «Лидер» и школьников из клуба юных спецназовцев. В программе мероприятия были захват и освобождение условных заложников, катание на бронеавтомобилей «Тигр» и солдатская каша. Защитники всех возрастов – без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на Восьмом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова